Сегодня второй день визита в регион заместителя министра просвещения Российской Федерации Татьяны Васильевой. Его она провела в плотном рабочем графике. В программе объезда были объекты не только в Белгороде, но и в разных муниципалитетах области. С утра замминистра посетил агротехнопарк Белгородского аграрного университета. Там сегодня проходил региональный этап ежегодного конкурса для воспитанников сельских школ. Он направлен на вовлечение молодежи в сферу цифровых технологий. На площадке представили перспективные разработки в агропромышленном комплексе. Для замминистра провели экскурсию по экспозиции, показали лабораторию клонирования растений, аппарат для тренировки концентрации внимания. Следующая точка маршрута – школа «Логаритм успеха» в Дубовом. Татьяну Васильеву познакомили с инфраструктурой. Там замминистра успела посмотреть познавательный фильм в 3D-формате и даже пообедать в школьной столовой. Еще одна точка визита – Белгородский центр развития ребенка «Золотой ключик». Заместитель министра оценила площадки, на которых дети дошкольного возраста занимаются техническим творчеством и развивают IT-компетенции, изучая азы элементарного программирования. На этом объезд не закончился. Делегация во главе с заместителем министра просвещения России Татьяной Васильевой отправилась в село Колотиловку Красный Русского района, чтобы познакомиться с образовательным комплексом «Слобожанщина». Экскурсия охватила не только учебный процесс школьников, но и дополнительное образование. Делегация посетила лабораторию робототехники, класс подготовки к ЕГЭ, побывала на внеурочных занятиях юных айтишников и послушала, чему научились ребята на дополнительных уроках по музыке. Также посетили музейный комплекс «Слобожанщина», который рассказывает о ярких фрагментах истории Белгородской засеченной черты, о русско-украинских корнях Белгородчины и об истории самой Колотиловки. В ходе экскурсии удалось побывать и на традиционной ярмарке XIX века. Финальной точкой маршрута стал ремесленный парк, где гости смогли познакомиться с классическими промыслами наших предков, гончарным делом, иконописью, лазоплетением и другими. По итогам рабочей поездки заместитель министра просвещения Татьяна Васильева поделилась с нами своими впечатлениями. Очень важно сказать, что главным, наверное, лейтмотивом всех образовательных организаций является их комплексность и системность. То есть ни одной идеи, ни одна образовательная организация не реализует просто одну идею, закончили и дальше ее не продвигаем. Если мы говорим про формирование IT-навыков, то это от детского сада и дальше. Если мы говорим про сохранение исторической памяти, про воспитательную работу, то от детского сада и дальше до взрослого возраста. Вот эта вот системность, это очень хорошая особенность образовательных организаций, которые сегодня я посетила. Весь день заместителя министра просвещения сопровождала руководитель департамента образования Белгородской области Елена Тишина. Вот как она прокомментировала визит Татьяны Васильевой. Мы получили определенный карт-бланш и определенную поддержку, в смысле идеологическую, от Татьяны Викторовны. Конечно, это огромный плюс. Мы понимаем, что у нас есть еще одно направление, которое заслуживает особого внимания, в том числе и на федеральном уровне. Это выстраивание профориентационного самоопределения детей, начиная с самого раннего дошкольного возраста до момента их трудоустройства.